В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Леленкова. Сегодня мы поговорим о вещах каникулярных, не обязательных, о книжках, которые этим летом стоит почитать. Московской студии, заведующей отделом детской книги Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы Ольга Мяуц, пиэр-директор издательства «Розовый жираф» Анна Шур, шеф-редактор издательства «Самокат» Ольга Патрушева и руководитель пиар-отдела издательства «Компас Гид» Наталья Эйхвальд. Я хочу спросить, наверное, Ольгу первую, потому что к вам приходит много разных книжек, да, и вы смотрите на издательство или на автора в первую очередь, прежде чем предлагаете, ставите на полку тому или иному возрасту предназначенную? По-разному вообще как-то книжки читаем, стараемся читать. То есть, конечно, мы поддерживаем, мы знаем там, что от какого издательства ждать, иногда очень долго ждем, но вообще воспринимаем так же, как и все читатели, по-моему, и потому что книжка просто должна нравиться там обложкой, каким-то своим настроением, издательство тоже, которому ты доверяешь и которое любишь, вот, и авторы часто, авторы известные тогда тоже, так что это самые разные. Пути любителей чтения, они такие неисповедимы и разные очень. Тогда спрошу сотрудников издательства, расскажите, как-то менялась ваша издательская политика вот в течение года двух последних, да, в смысле переводной литературы появилось ли, может быть, вдруг больше российских писателей или детских, да, или они стали активнее, может быть, больше писать и сдавать. Наташа Жакупа, сгид, как? Вы знаете, ну, у нас, наверное, сейчас добрые 50 на 50, то есть, у нас есть как переводная литература, и мы продолжаем ряд наших переводных серий, то есть, у нас выходит, продолжает выходить и Франц Нёслингер, у нас продолжает выходить и Нина Грёнтвит, соответственно, мы ждём третью, четвёртую части «Привет, это я». Так мы работаем с нашими российскими авторами, на мой взгляд, весьма успешно, то есть у нас в этом году вышли и выйдут новые книги Тамары Михеевой, Юли Кузнецовой, у нас есть ряд дебютных авторов, чьи, собственно, первые литературные опыты мы издаём, и, в общем-то, тоже достаточно успешно, то есть, читатель хорошо принимает, на мой взгляд, как мне кажется, как и русскую литературу, так и зарубежную, потому что, то есть, ну, вот у нас, допустим, как пример, наш новинка «Календарь мая», дебютная, собственно, повесть, никому неизвестная из «Самарской писательницы», ну, пришлась на ура, собственно, первый тираж мы продали за полтора месяца, и это большая победа, на мой взгляд. А писательница сама нашла, или как-то вы смотрите, где можно вот найти человека, который действительно достойно напишет детскую прозу? Вы знаете, ну, по-разному тоже, Ольга, в общем, правильно сказала, это касается как вот пути, как книжка попадает на библиотечную полку, так и, собственно, у каждой книги своя дорога в издательство, кому-то, наверное, предлагаем что-то мы, особенно это касается крупных премий, да, допустим, в области детской литературы, конечно, мы читаем рукописи, которые приходят нам на почту, и, соответственно, если рукопись нравится одному, приходит огромное письмо всем-всем-всем, кто работает с компас-гидом, а посмотрите, а как вам, а давайте, вот, а вроде все хорошо, вы иллюстраторы, давайте вот этого, и так далее, и так далее, и так далее, и начинается уже какая-то, ну, более плотная работа, то есть, по большому счету, вариантов миллион, ну, спасибо, надо своего автора всегда найти. Ольга Патрушева, шеф-редактор издательства «Самокатка», к вам вопрос, ну, примерно такой же, да, где вы находите своих авторов, и вот за последнее время больше ли стало российских, или все-таки по-прежнему переводные, они, ну, как-то поинтереснее будут, учитывать все-таки вашу аудиторию? Ну, наверное, дело не в том, что они поинтереснее, а в том, что переводных их много стран, да, а Россия у нас одна, и российские авторы, поэтому тут у нас, наверное, соотношение сейчас пока поменьше в пользу переводных, то есть у нас где-то сейчас, наверное, ну, 60 на 40, вот так вот, но мы все время в поиске, то есть мы очень каждый раз радуемся, когда нам удается найти очень хороший, достойный текст для издания, и мы берем, то есть у нас есть такая установка, конечно, мы ищем точно так же, то есть мы читаем почту, мы отсматриваем все, что вот появляется где-то на горизонте в премиях, мы смотрим... То есть премии, конкурсы все-таки помогают, да, какие-то? Ориентироваться, да, конечно, смотреть, потому что так вот, ну... Ну, они же уже реагируют тоже на книжку, которая вышла, как правило, даже не на журнальный вариант? Нет, иногда на рукопись. На рукопись тоже, да. Конечно, есть книгу Ру, которая, это конкурс рукописей, есть Крапивинка, которая тоже принимает рукописи, то есть это не обязательно вышедшая книга. Конечно, мы смотрим рукописи, мы работаем с авторами, мы их всегда просим присылать, что есть новенького, интересного, но то, что касается зарубежного рынка, то здесь мы давно работаем уже со многими издательствами, мы работаем на Болонской ярмарке, мы отсматриваем сами уже каталоги, поэтому тут, ну, не знаю, мое ощущение, что у нас сейчас все-таки какой-то подъем происходит с авторами, появляются новые имена, молодые, и люди постарше тоже пробуют себя в литературе, приходят, и поэтому мы с большим удовольствием берем, ну, наверное, вот у нас сейчас где-то в работе, у нас какой-то сейчас, вот первой половине года их нету, а вот на вторую половину у нас готовятся новые книги и совсем новых авторов, и тех, кто уже знает, кто уже известен читателям. Спасибо. Анна Шур, пиар-директор издательства «Роза Божирафа», ну, в ответ практически на тот же вопрос, откуда вы автора берете также, и нет ли каких-то таких пересечений с другими издательствами, есть ли конкуренция? Я понимаю, что не очень хорошо спрашивать вот в присутствии издательств таких известных, и, в общем-то, из года в год интересные книжки издающих, но тем не менее, вот как вы справляете? Ну, во-первых, конечно, у нас тоже есть почта, на которую люди присылают рукописи, но вот, да, есть просто уже известные имена, как, например, Артур Геваргизов, который издавался в других издательствах и продолжает это делать, это совершенно вообще-то нормально, по-моему, вот, у нас он издал прекрасную книжку, вот она у меня тут где-то даже есть, «Морж, учитель и поэт», вот, замечательно совершенно, вот, и готовит следующую, кроме того, мы издали, вот, «Поросенка Петра», которого не было 10 лет, значит, на книжном рынке, это переиздание, но он очень давно исчез, и переселился, да, в интернет, это Людмила Петрушевская, книжки-картинки, такие картоночки для самых маленьких. Да, и это имя, которое, ну, да, само себя говорит, в общем, ее не нужно особенно рекламировать. Да, хотя, с другой стороны, покупать книжку Петрушевской для младшего детского возраста... Смотрите, Тамара, это та история, когда... Да, с ним произошла странная история, он действительно стал интернет-мемом, и часто на него реагируют такие, неожиданные, я бы сказала, читатели лет 20 с чем-то, да, вот, покупать, потому что, надо же, «Поросенок Петр», вот, ну, и, конечно, да, есть ощущение, что появляется больше авторов русских, и у коллег, и у нас это замечательно. Да, хочу тогда попросить рассказать о каких-то своих вот последних впечатлениях, да, или о каких-то любимых текстах, которые вот с вами живут или присутствуют вот в вашей жизни, и в жизни издательств, может быть, собственных детей, и с того, что вот вы принесли, может быть. Да, давайте, Малюша, с вас. Ну, наверное, я все-таки начну говорить о вот этой книге, это «Календарь мая» Виктория Лендерман. Это, собственно, наше такое большое открытие и наша большая победа. Собственно, книжка для средних старших школьников, комфортно и уверенно лет от десяти, про то, как трое ребят, ну, в общем, тут сюжет абсолютно несложен. Что нужно сделать, когда ты видишь стену, которой 3-4 тысячи лет? В общем, ответ любого подростка очень простой, написать на ней 23 мая 2013 года. И, собственно, вот с этого начинается книга, сюжет книги. И трое ребят, которые, собственно, виновники появления этой надписи на стене, которая принадлежит мае, на следующий день просыпаются не в завтра, а вчера. И так они просыпаются каждый божий день, откатываясь на один день раньше. И сначала это, конечно, хорошо и здорово, потому что можно отомстить всем, кого ты не любишь в школе. Можно переписать все контрольные, потому что ты на них получил трояк, а тут ты уже знаешь все ответы, ты ее писал позавчера. И, в общем, можно сделать массу полезных вещей, очень нужных и важных в хозяйстве. Но с другой стороны, в какой-то момент они понимают, что из прошлого надо как-то выбираться. А как стереть надпись, которую ты еще не сделал, это, конечно, вопрос. Для нас эта книжка... То есть я вам просто расскажу о своих каких-то эмоциях. То есть все, что я могу сказать, это о книжке, о том, что меня полночи пихали в бок и говорили, выключи, пожалуйста, свет, ну, уже невозможно. А я сидела и читала, потому что в три я закончила, сказала, все, ура, можно ложиться. Я вот признаюсь, потому что я тоже вот эти детские подростковые книжки читаю, которые мне время от времени перепадают в силу разных причин, я их тоже читаю за поем, и все-таки, поскольку шрифт крупный, удается тоже так как-то вот за ночь прочитать, есть такая возможность. Это правильный такой подход, может быть, я не знаю, родительский или редакторский. То, что взрослому интересно читать, оно должно... Это просто абсолютный такой мировой тренд, с которым уже давно его заметили и книжные магазины, крупные и библиотеки, что действительно вот такой драйв, экшен. Если взрослая литература уходит в рассуждение, а мы любим читать, когда вот ты действительно пока не дочитаешь, не уснешь. И это, конечно, в очень большую степень такая подростковая или молодежная литература. И даже в магазинах, в библиотеках специально вот этот отдел, который вот такой Тинз или Янг и Далс, он обычно расположен так очень ненарочито между детским и взрослым, чтобы ты, поскольку взрослому, неловко заходить в детский, выбирать книжку, чтобы ты, как бы проходя мимо, невольно, в общем, ее взял, чтобы ты вот на чужой территории оказался случайным. И, конечно, наоборот. И то же самое делается в библиотеках, даже называется эта литература, по-английски специальный термин, crossover literature, ей уже посвящены даже толстые исследования этому всему. Поэтому это совершенно верно, читать детские книжки замечательно, интересно, и многие известные и взрослые писатели, вот только Петрушевская, пробуют себя в детской литературе. Это всегда очень высокое качество, конечно, еще текста, это не какой-то такой вот завлекалочка. Но первый такой яркий пример, который все выстрелил, это, конечно, Гарри Поттер, и я помню, что когда выходила, вторая или третья книга, я была в Вене и в семье австрийской, у них была специальная должность тогда, замминистра культуры по детской литературе такая, вот их оттепили, она была присуща одному человеку, и вот они читали в семье внук, родители и бабушка с дедушкой, одновременно книжка только вышла. Так что это да. У нас же есть такой прекрасный адрес для семейного чтения называется. Да, да, и просто... Вот он как раз... Ну, у нас это представляется немножко в другом смысле, а на самом деле просто не нужно даже, поскольку есть вот как бы такой немножечко стыдно признаваться, вот мы с вами тут этого не боимся, а сидел бы у вас какой-нибудь серьезный дядечка, он бы, может быть, или там депутат Государственной Думы, не дай бог, он бы, может быть, постеснялся в этом. А он бы, внимание, ты посмотрел тогда на возрастную маркировку. Да-да-да, но мы не будем, да, как говорили в одной хорошей книжке, оставим глупости соседям, да, а выпускают просто в разных обложках, выпускают детские подростковые книжки в разных обложках для взрослых и для детей, чтобы каждый мог еще быть из такой. Ну, самые трогательные взрослые, которые заходят в издательство, ты их спрашиваешь, на какой возраст вам подсказать, может быть, что-то из нашего ассортимента. Говорят, вы знаете, а я себе. Да, да, опускают глаза. И это совершенно правильно, тем более, вот, например, на лето, когда, как вот, мне кажется, вот вы задавали этот вопрос, чтение должно быть таким веселым и свободным, то есть читаю, что хочу. Вот этот, даже у меня, хотя я как бы хорошо училась, и у каждого, да, вот этот список, всегда вот в юничный список литературы на лето. Это сразу понимаешь, что тебе, что лето, помните, пропало лето, пропало лето, да. Вот мне кажется, что самое главное находить вот летом именно ту книгу, которую ты хочешь прочитать, любую, там, детям, взрослую, взрослым детскую, чтобы только никто ничего не навязывал. Вот оно должно быть такой территорией абсолютной свободы. Да, это правда. Да, но вот действительно российская традиция, она предполагает, во-первых, чтение вслух. Только ли российская, но российская, вот, есть такой момент, что надо детям читать вслух, во всяком случае, в определенном возрасте. Вот, как вы считаете, до какого возраста можно читать вслух? До любого. До 99-ти. Мне кажется, что да. Диана, 11-летнему сыну я читаю вслух. Как раз очень удобно, ты читаешь взрослую книгу, какую-нибудь Диккенса прекрасно на даче читать вслух. Всем. Все будут только благодарны. И это как раз, это очень объединяет людей. А в Польше, например, у них была прекрасная, вот, моя любимая такая акция поддержки чтения, она у них называлась «Вся Польша читает детям». 20 минут в день, каждый день. И они подняли, во-первых, это было как вот национальная скрепа. То есть поляки, это вам не что-нибудь, а это культурная нация, которая читает, сама читает детям, и они сделали несколько роликов, купили по телевизору, тоже показывающих, насколько это приятно. И там разные люди, от полицейских, доксензов, футбольных фанатов, все читают, вот, что у каждого связано с детской книгой. И это очень такой объединяющий как раз. Ну что, я тогда хочу спросить, готов кто-то прочитать тот отрывочек, который я просила, значит, принести с собой, любимый? Давайте, Аня, дадим слово. Да, да. Я скажу про книжку пару слов. Это книжка «Суперфадж», автор Джуди Блум. Это, на самом деле, продолжение книжки про Питера Обыкновенного, но ее можно читать первой, это совершенно все равно. Мне эта книжка нравится, потому что книжка про семью. Вот недавно совершенно одна журналистка, Наталья Ламукина, написала, что эта книжка про то, что они живы долго и сейчас, а что было потом? Вот потом была семья прекрасная, где есть старший 12-летний сын, средний, и вот рождается новенькая девочка, и, соответственно, как ее воспринимают эти два брата. Вот, и это такой отрывочек вот про новенькую девочку. Моя сестра родилась 26 февраля, пока мой класс был на экскурсии в музее Метрополитов. Позже выяснилось, что это случилось в 14.04. Мы как раз были в египетском зале, изучали мумии. Ее назвали Тамарой Роксаной. Но несколько недель все называли ее просто малюткой. Малютка плачет, малютка проголодалась, тсс, малютка спит. Потом мама перестала звать ее малюткой, и началась усюкать и говорить всякие глупости, типа, как поживает моя тутси-вудси? Как будто младень сможет взять и ответить. Не нужно ли моей тутси-вудси поменять подгузник? Да нужно почти всегда. Не хочет ли моя тутси-вудси покушать? Да хочет почти всегда. Еще мамина тутси-вудси никогда не спала дольше двух часов подряд. Каждую ночь я просыпался от ее воплей. Черри, который обычно дрыхнет у меня в ногах, тоже просыпался и начинал подвывать. Они всегда были дуэтом. К тому времени, когда ей исполнился месяц, все уже называли ее тутси. Я-то сразу понял, что с этим возникнет проблема, и попытался предупредить родителей. Когда она придет в школу с таким именем, ее станут дразнить тутси-роллы. Это же шоколадные конфеты такие. Мама с папой только посмелились. Ну и забавный же ты, Питер. Ничего забавного в этом не было. Я-то на своей шкуре знал, как это бывает в школе. Но взрослых попробуй убедить. У меня уже есть брат по имени Фадж, сливочная помадка. А теперь еще и сестра Туцци. Может, нам вроде чем просто нужна конфетная фабрика? Выходит, мне хоть с именем повезло. Туцци была намного мельче, чем я ожидала, однако оказалась довольно прочной. Это обнаружилось, когда Фадж попытался оторвать ей большой палец на ноге. Я просто хотел посмотреть, что получится, объяснил он, когда Туцци завопила. Никогда больше так не делай, рассердилась мама. А если бы Питер захотел оторвать палец тебе? Я рассмеялся, а Фадж сказал, Питер знает, что у меня не отрываются. У Туцци тоже сказала мама. Спасибо, Ань. А это переводная книжка, правильно? Да, это переводная книжка английского языка. Джуди Блум – это такая замечательная американская писательница, очень известная. И у меня такой вопрос. А скажите, вот эта семейная жизнь, она не отличается, она похожа везде, на определенном утапе, на этом раннем детстве. А потом, все-таки, наверное, есть какие-то очень важные и серьезные различия в российской действительности и зарубежной зависимости от авторов. У нас есть подростковая серия, вот эта книга, которая обычно, то есть у нас есть в ней книжка Дина Сабитовой, русского автора, в основном там переводные книги. Значит, абсолютным ее хитом, например, стала книга «Пик». Вот недавно вышедшая, уже закончился тираж. Что мне понравилось, я читала. Да, значит, эта книжка про то, как американский действительно мальчик совершает восхождение на Эверест. Ну, наверное, есть какие-то особенности в том, как на американский мальчик отбивать. Но, в общем, конечно, проблема преодоления. Я про семейное отношение, про вот это вот пресловутая российская, не знаю, склонность к капиоке, к излишней, там, может быть, к каким-то таким важным вещам, ограждение, там, бабушку. Вот это вот присутствует или нет? Или это все-таки теперь такой универсальный семейный модуль, куда можно вот кого угодно, в зависимости просто... У всех все по-разному. Возможно, социального положения. Очень по-разному. Вот у нас недавно вышла книга Кристины Нёслингера, ну, австрийская, известная у нас давно писательница, «История одной семейки». Так вот там эта история про парня, который растет в семье, где кроме него еще только шесть женщин. Две старших сестры, мама, бабушка и две тети. И это, мне кажется, очень похоже на какие-то наши реалии тоже. А с другой стороны, у нас вот сейчас вышла книга Нина Дашевская, Яни Тормоз, тоже подростковая. Мне кажется, что она так написана, и она так уже рассказывает про какие-то совсем другие отношения в семье, более такие, ну, что ли, понятные, современные, вот, то есть те, которые сейчас мы можем видеть. То есть у нас, мне кажется, немножко отличается тем, что у нас очень много сейчас до сих пор среди книг вот в магазинах, в каталогах издательств, книг старых, да, книг детства родителей, бабушек. И поэтому там немного, мне кажется, отличаются просто вот действительно семейные отношения и вообще подача, да, вот семейных отношений. Поэтому складывается ощущение, что да, что есть отличия. Если мы возьмем современных авторов, то все будет по-разному, очень по-разному. Мне кажется, что просто еще у нас очень сильна вот эта жажда мифотворчества, вот то, что вот мы сами все время, может быть, как даже ни одна другая культура, все время себе придумываем, какая у нас семья-то, какая-то она у нас такая особая, на других не похожая. Вот я не знаю вообще вот эти все сравнения нас с кем-то, я не могу себе представить, что, например, какой-нибудь француз, очень бы волновал, что про него думают англичане или почти хуже американцы или русские. А у нас это вот постоянно вот эта вот должна быть оппозиция. И все врут, да. И все ничего не понимают. Но на самом деле действительно каждая семья, она уникальна, и они бывают и в России самые разные. Поэтому здесь вот действительно Оля сказала, у нас как бы появился прекрасный автор не так давно, Нина Дашевская, у которой, вот я, как раз, тоже принесла одну из ее книжек. Я оказалась, что вот книжки, которые вышли сразу в издательстве «Компас Гид», и в «Самокате» у вас ведь тоже вышли, да? И в издательстве «Дит Гид» сразу вот просто за один, почти год вышло несколько разных книжек. Очень замечательный автор. Самое удивительное, с необыкновенной своей собственной интонацией. Она еще музыкант, скрипачка, и это очень чувствуется в книжках. Вот это, и за последние годы Нина получила там все возможные литературные премии здесь. А я была сейчас вот в Англии, и там как раз тоже готовится ее принять, наши соотечественники. И все мамы, которые читали, тоже они считают, что вот это вот совершенно вот такое открытие. Действительно, очень высокого качества проза. Ой, вы прочитаете нам фрагмент? Я готовила другую книжку вам прочитать, да, потому тут сложнее. Хорошо. Наверное, все-таки, потому что здесь, понимаете, это как вам, ну, сыграйте пару тактов из Шопена, да? Да, в общем, наверное, это все-таки будет сложнее. Хотя у Нины есть особый проект, когда она пишет сказки в смс-ках. Я в данном случае не возьмусь. Но, опять же, и вторую книжку, которую я тоже принесла русского автора, тоже замечательной, Марии Ботевой, вот только что вышла в издательстве «Компас Гид», я могу всех представлять, поскольку я не издатель. то здесь тоже как раз, они тоже очень семейные, то есть они все построены, вот классическая такая детская книга, раньше была эта, когда родители куда-то исчезают, или вот они там умирают, что очень удобно, и тогда дети начинают как-то действовать, начинаются приключения. А вот во всех этих книгах родители присутствуют. И вот мне кажется, что это очень важный такой тренд, что все-таки родители и дети все время заодно. Вот даже в наших таких-то Денискиных рассказах там, они где-то там на периферии существуют. Да, отдельно. А здесь вот фактически, как и в настоящей жизни, мы намного ближе к своим детям, чем поколение наших родителей. И это приходит в книгу. Поэтому мне кажется, что здесь очень важно и интересно и семьи, например, вот каждого автора, да, они разные, и они не похожи. Они так же разнятся, например, как семьи, например, там, английских детей и русских. Хотя я бы не сказала, что наши, извините, самые такие подверженные опеки, если в той же Англии, например, нельзя ребенка вообще оставить до определенного возраста одного дома. То есть если это просто невозможно, то уголовно наказуемо. Это почти нигде нельзя. Да. Ну, тем более так. Ну, не знаю, у нас как-то это остается, и поскольку наши все законы не имеют исполнения, да, нет, то это не так. Вот, поэтому, поэтому, может быть, как раз книжка, которую я приготовила прочитать, она немецкая. И я тут, поскольку я еще переводчик, туда слушаю, я лоббирую свои любимые книжки. Но у нас с Улей, она тоже действительно любимая, эта книжка немецкого классика, немецкой взрослой литературы, у вот тема, Руди Пятачо, где главный персонаж, свинья, которая живет дома. И я эту книжку когда переводила, я поняла, что она необыкновенно актуальна, потому что она очень антикризисная, по-моему, потому что там в семье папа археолог, египтолог, лишается работы, работает одна мама, учительница, и там трое детей. И им до кучи, вот в этот полный раскардаш, еще появляется поросенок, который у младшего выигрывает на какой-то сельской ярмарке, и что с этим делать? И книжка написана, на мой взгляд, совершенно мастерски, вот буквально с первой фразы. У нас дома живет свинья, это я не про младшую сестренку, а про настоящую свинью по имени Руди Пятачок. Вот, и это сразу уже цепляет на крючок, и семья живет вот в обычном таком, это очень такая, ну, наверное, буржуазная семья, добропорядочная, которая хочет соблюдать все законы, а она все время оказывается в каких-то ситуациях, когда она должна поступать нетрадиционно, и все время приходится учиться делать то, с чему они непривычны. И вот в данном случае я прочту отрывочек о том, как сначала они этого поросенка пытались держать в квартире, которую, как и большинство немцев, снимают, это не их собственный дом, и тут у них, естественно, возникает коллизия с владельцем дома. Вот этот, значит, небольшой отрывок. Да, просто потом скажу, что очень много приключений, потому что этот поросенок оказывается талисманом футбольной команды, потом он, значит, участвует в поросях, в свиных, в поросях в бегах, да, вот, становится звездой, помогает ловить преступника, там, грабителю спасает детей. В общем, приключений очень много, и все они вот на грани, то есть ты чувствуешь себя вот в шкуре этих людей, потому что вот действительно вот чуть-чуть жизнь повернулась, и ты вдруг оказываешься постоянно решая какие-то невероятные проблемы. Герои, по-моему, справляются с ними очень достойно. Итак, могу читать? Да. И тут вдруг, откуда не возьмись, появился бультергер господина Шустерберга, это, значит, владелец дома, и отчаянно залаял Руди, поросенок, пулей метнулся к забору, сердито захрюкал и заскрипел зубами. Прямо на глазах наш мирный поросенок превратился в грозную зверюгу. Пес перетрусил и с громким улаем бросился назад в квартиру. Тогда вышел сам Шустерберг и направился к забору. Что тут стряслось? Это у вас что, свинья? Что она делает в саду? Это Руди Пятачок, объяснил папа. Мы отмечаем новоселье, это они ему будку построили. Новоселье поросенка. Это очень чистоплотная свинья, поспешила добавить мама. мама. Эй, послушай-ка, пропустил господин Шустерберг, кто вам разрешил держать свинью в квартире в центре города? Надо же такого додуматься. А если все себе свиней заведут? Ну, все не заведут, ответила мама. Все равно, свинье тут не место. Но ведь в контракте написано, что мы имеем право держать домашних животных. Вы хотите сказать, что? Эту домашнее животное наш поросенок почище многих собак. Он каждый день моется под душем и в отличие от собаки делает это с удовольствием. Заступилась за орудие Бетти. Вы что, моете свинью в ванне? Возмутительно. Я сдаю вам квартиру, а не свинарник. Поросенку нечего делать ни в саду, ни в ванной. Так что позаботьтесь, чтобы вашей свиньи тут и духу не было. Иначе сами окажетесь на улице. Господин Шустерберг направился к своей двери и бультерьер следом, но по дороге он еще немного поворчал и огрызнулся пару раз. Ясное дело, от нашего праздничного настроения не осталось и следа. Пришлось устроить семейный совет. Что теперь делать? Папа всегда все принимал близко к сердцу. Вот и эта стычка с домовладельцем его ужасно расстроила. Особенно он досадовал на то, чтобы Эти проболталась, что Руди принимает душ в нашей ванне. Но это же чистая правда. Да, но не всегда надо говорить даже правду. Конечно, и врать тоже нельзя, но по твоим словам можно себе представить, будто мы Руди и зубы чистим нашими зубными щетками, проворчал папа. Эти люди решат, что мы со свинью и едим вместе. Но ведь это на самом деле так напомнила Бетти. Пусть думают, что хотят, отмахнулась мама. Она была не такая чувствительная, как папа. Да, ну смотрите, действительно такой прелестный отрывок. Хочу спросить вас, есть такая идея, что сейчас детство, оно такое позднее, что-то меняется с возрастными какими-то внутренними понятиями и связано там, ну по-разному так говорят, как-то это в литературе детской отражается, может быть, это имеет значение, когда вы ставите, если там есть рекомендации, возраст детей. Или на самом деле всегда выбирает сам ребенок или родитель, и это не имеет значение, главное, чтобы вот был интерес в этом позднее детство теперь. Я росла без детской литературы сама, то есть я росла, читая Дюма, Жорж, Сант, все, что стояло в красивых корешках детской бездойной литературы. Нет, но потом, оказывается, на четвертом курсе Жорфака мне предложили прочитать это снова по каким-то причинам, сказав, что это литература взрослая. Если говорить о книжках, которые выходят у нас, то вот та же книжка Маши Ботевой, которую принесла Ольга, «Ты идешь по ковру», ну, это такая, это сложно назвать детской литературой, это сложно даже назвать просто подростковой литературой, это называется просто словом литература, и на этом, наверное, можно поставить точку. При том, что маркировка на книжке идет 12+, и, конечно, ее стоит читать подросткам, и я думаю, что они с удовольствием будут это делать, и делают, в общем-то, книжку достаточно хорошо приняли. Если говорить о том, как проблема взросления сейчас отражается в, ну, допустим, русской прозе, если говорить тоже о книжках Компас-Гиде, то в том же самом календаре Майи, собственно, героиня-девочка, которой шестиклассница, она, то есть, ей 11-12 лет, ну, собственно, взвалила на себя весь груз домашних проблем, хлопот, ухаживает за младшими братьями и сестрами, готовит еду, подрабатывает, и, в общем, кучу, решает кучу совсем не детских историй. Сейчас мы отправили в типографию первую работу Юли Кузнецовой, это тоже такая книга о взрослении и о принятии ребенком взрослой жизни, то есть, девочка идет на первую работу и идет преподавать испанский, чтобы заработать себе на летние курсы и, собственно, уехать в летний лагерь, где она может этот язык подтянуть. То есть, тоже такая тема, которая, собственно, с советской эпохи до настоящего момента регулярно встречается в литературе, и, в общем-то, я не могу сказать, что что-то изменилось, то есть, говорить об инфантильных детях мне как-то не с руки, мне кажется. А что-то появилось новое, может быть, вот из, не знаю, примет времени, вот так условно говоря, что-то вот... Ну, мы вынуждены на самом деле завышать возраст, когда мы маркируем книгу, то вот в силу законодательных ограничений, на наш взгляд, мы завышаем возраст, когда мы... На всякий случай? Нет. Почему? Не на всякий случай. По закону мы маркируем какие-то книги, которые, ну, как мне кажется, стоило бы прочесть раньше, да, не в 18, а в 13, когда начинаешь взрослеть и на мир начинаешь смотреть несколько по-другому. А в 18 это может быть уже не так интересно, но мы вынуждены ставить завышенную маркировку. Ну, то есть, мы находимся в каких-то очень странных обстоятельствах в этом отношении, вот книгоиздатели, детские, потому что, с одной стороны, у нас есть рекомендательный по-прежнему адрес, который мы ставим на книге, то есть, это я имею в виду младший, средний, старший, дошкольный, и есть маркировка по закону о защите детей от информации, которая может вред причинить, которая, она тоже, на самом деле, она рекомендательная, да, то есть, это такая информация для родителей, по большому счету, о том, что в этой книге может быть. Но, как оно вот часто бывает, что, когда у нас там пишут, вот на заборе, не ходить злая собака, то все же будут обходить, есть там собака или нет, да, если у нас написано 12+, то у нас почему-то это воспринимают, как вот прямо вот, до 12 это читать нельзя. Да, родители воспринимают в штыки, это правда. Да, очень часто, и поэтому, а мы говорим о том, что нет, это на самом деле, вот мы должны все время вести какую-то разъяснительную работу, что вы имеете в виду, это потому, что вот то-то и то-то в книге может быть, но вы вольны дать своему ребенку все, что вы считаете нужным, вам никто ничего запретить не может по части чтения книг, но вот с этим мы сталкиваемся, но да, у родителей есть привычка, да, и просто он же не будет читать сначала вот всю книгу, прежде чем, значит, ее купить. Ну да, но мне кажется, что это вообще у нас такой какой-то есть момент у родителей, они боятся, и они в любую, как бы вот значок, маркировку, они воспринимают, как такое руководство к действию, и они уже начали и к книгам относиться настороженно, а что здесь есть такого вредного? Даже к книгам в первую очередь. Это при том, что сами читали Шолохова в школе, причем тоже небезопасно, скажем так. Ну, вот может быть, действительно, это симптом такой вот нестабильного общества, потому что, понимаете, читать Шолохова в социалистическом обществе, где все регламентировано, и ты там, и ты, ну, с тобой ничего не может случиться, кроме того, что уже прописано в программе коммунистической партии, да, в основном, да, тебе обеспечено там все движение. А здесь, действительно, у нас очень мало социальных институтов защитных, и родители боятся и опекают, вот, чтобы, не дай бог, чего другого не подумал, и, очень, конечно, сложно успокоить родителя. Для меня просто загадка, почему больше боятся книги, чем телевизора, вот, предпочитаю, что телевизор можно смотреть, и никто бы никак не ограничивает. А это хороший признак. Книги доверия больше, значит, наверное, считается, что книжка может оказать больше влияния. А мне кажется, это вопрос про то, что телевизор нельзя избежать, а книгу, к счастью, можно. Ну, от счастья можно быть и так, Мне кажется, доверие очень важное слово, потому что, на самом деле, мне кажется, все здесь присутствующие, собственно, работают на то, чтобы родители доверяли издателям. И очень часто это уже видно, когда приезжаешь на какую-нибудь ярмарку куда-нибудь, и подходит человек и знает, что, ну, вот, розовый жираф, самокат, компас-гид, вероятность того, что эта книжка нанесет непоправимый вред ребенку, довольно мала, а вероятность того, что это хорошая книжка, которую стоит прочитать, довольно высока. Ну, и, соответственно, вот с этим как-то приходится работать. Конечно, вся история с маркировками, она довольно тяжелая, потому что необходимость ставить на книжку для десятилетки, там, 12+, она ужасна, вот на самом деле. И необходимость каждый раз доказывать, что нет, вы не волнуйтесь, все будет хорошо, там, ничего страшного в этой книжке нет, она довольно странная. Действительно, мы выросли, читая абсолютно взрослые книжки, ничего с нами не случилось. А сейчас литература равна ребенку. А почему так происходит? Это вот, как бы, представление, я не знаю, чего, кого, госаппарат, а в соответствии возраста или возрастных особенностей, кто это придумал, почему надо повышать. Ходят случаи, что сомнодатель вообще не подозревал, что этот закон коснется книг и как это будет выглядеть, потому что он в первую очередь разрабатывался для электронных СМИ и для интернета, а потом оказалось, что и книги туда тоже попали, но и как-то не стали вносить уже никакие изменения, а мы столкнулись и мы, и библиотеки, и магазины, мы столкнулись с этими проблемами, но вот по слухам говорят, что очень были удивлены авторы закона, книги тоже, да, ой, такая проблема оказывается. Но при этом книгу как бы легче всего уличить, потому что она такой solid subject, она вот есть, то, что случилось в интернете, то, что случилось в электронном, оно какое-то такое неуловимое, в ощущении, да, а вот книга, да, она сейчас есть и завтра, если ты можешь послезавтра сегодня тебе не понравится, послезавтра прийти и с ней там расправиться. Но я хотела сказать как раз вот о другом, если мы говорим о летнем чтении, да, потому что, но бороться с системой там долго, а у каждого родителя, у каждого ребенка летом есть вот этот вот счастливый билет, когда ты уезжаешь, например, на дачу, где лежат книги никак не маркированные, свезенные, например, из тех же наших городских квартир, каждый из нас знает, что люди начинают, и дети начинают лазить по этим книжным полкам, часто взрослым полкам, выбирая себе вот то, что хочется почитать. И там может быть все что угодно, и старые журналы, и какие-то старые книжки любые. Мне кажется, что вот самое главное для летнего чтения это вот детей не останавливать и пусть они выбирают вот из этого всего. Да, и дать им свободу выбора, потому что действительно это не так часто теперь случается, особенно вот у школьников во время учебного года. Но Ольгу Патрушеву попрошу прочитать, что она выбрала. А я выбрала книжку, как раз которую, мне кажется, будут с удовольствием тоже читать взрослые, кто любит читать детские книги. Детям-то тоже надо что-нибудь дать. Детям тоже. Она детская. Дети тоже будут читать. Вообще-то она детская. Вообще-то она детская. Они и... Получается, что после детей или параллельно с детьми могут насладиться и взрослые. Да, но я думаю, что взрослые, они здесь найдут свое наслаждение. Сейчас объясню, почему. Это греческая писательница Алки Зеи, и книжка называется «Леопард за стеклом». На самом деле, она у нас выходила один-единственный раз в 66-м году под названием «Наш брат Никас». И когда мы готовили ее к печати, то я полазила по интернету, обнаружила, что очень многие взрослые вспоминают эту книгу до сих пор, называя ее в числе одних из самых впечатливших в детстве. Но в 60-е годы там упор в аннотации и в отзывах был на то, что вот этот брат Никас, двоюродный брат, героинь, он коммунист, он сражается с фашистами, с греческими. На самом деле, это одна из тем. Здесь две девочки, одной 8 лет, 10 лет, они живут на греческом острове. У них очень забавная семья, у них есть дедушка, который очень любит древнегреческую историю, папа, работающий в банке, и который все время боится, оба чего не вышла, такая тетя, очень гордящаяся, чучелом леопарда, который живет в шкафу. И вот у них есть брат Никас, который, их старший, который иногда приезжает к ним в гости, начинает рассказывать удивительные истории, в том числе вот про этого леопарда, он прям сочиняет сказки необычные. Летом они переезжают на другую часть бухты, где у них что-то вроде такое, как дача, летняя резиденция в виде старого амбара для, такого, сарая для хранения бочек, это лето, полное приключений, впечатлений, вот то лето, которого ждут обычно все дети, вот они предвкушают его, когда же наконец они попадут на дачу или к бабушке в деревню, вот для них это море. но в то же время здесь есть такой контекст исторический, потому что дело происходит в 36-м году и это год, когда в Греции к власти приходит диктатура. И это как бы фон, который вот для детей это пока непонятно, да, они воспринимают это как приключение, да, какие-то слова, которые они слышат новые, о которых они должны молчать, о чем-то они должны рассказывать никому, что о чем говорят дома, что это такое, вдруг вот леопард еще начинает приносить записки. И здесь очень много вот описаний таких ситуаций, которые вот Алке, она их описывает с глазами ребенка, да, как вот ничего не происходит, но взрослые-то видят на самом деле, вот что это вот это путаница с конца, взрослые из-за детей попадают в какие-то нелепые ситуации, ровно потому, что вот они, это очень на самом деле знакомые, вот взрослые прочтут, они, мне кажется, очень много узнают каких-то здесь таких реалий похожих. Я выбрала отрывок как раз вот когда заговорили о том, что к власти пришла диктатура, что пропал Никас, он давно не появляется у них на даче, и что-то вот, что-то странное такое происходит, странные события, так мы с Миртой их назвали, и из-за них это лето было так не похоже на предыдущее, раньше Никас даже носа из Ламагария не высовывала в город, не ездила в Ламагарии, это вот как раз деревушка, где они живут летом, а теперь исчезал на долгие часы, а когда мы спрашивали, где он был, а что делал, отвечал, я был в городе у своей невесты, что носы повесили, встревала тогда стоматина, будто ругая нас, но мы-то знали, что это она так, понарошку, это служанка в доме, все ему с вами нянчится что ли, пора уже остепениться человеку, жену подыскать, а как зовут твою невесту, а почему не привезешь ее в Ламагарии, не познакомишь с нами, приставали мы к брату, тогда он начинал нам рассказывать сказки, якобы каждый раз, когда он собирается привезти ее в Ламагарии, леопард открывает свой черный глаз и не дает им шагу сделать, однажды, когда мы уж совсем на него насели, требуя назвать ее имя, он ответил, тихо-тихо, почти напевая, демократия, как наш котенок, обрадовалась я, откуда мне было знать, что очень скоро имя котенку придется сменить, они услышали прекрасное слово, очень красивое, и назвали одного из котят, народившихся, демократии, выходные папа приехал такой нервный, что все у него были виноваты, вечером, когда мы сидели за столом, я встала и вышла, чтобы забрать с улицы темного и демократию, потому что стоматина сказала, что начинает моросить, темного я нашла сразу же, а вот демократию, но нет ее нигде, тогда я начала кричать на всю улицу, демократия, и так, пока котенок не услышал и не вернулся, я даже в дом зайти не успела, как папа вдруг вскочил и схватил меня за руку, я-то думала, он разозлится, что я вышла из-за стола, а он из-за котов разбушевался, или ты его выбросишь, кричит, или меняй кличку, у меня нет ни малейшего желания лишиться работы в банке, имя котенка пришлось сократить до ия, но все это было более чем странно, папу мог выгнать из банка из-за кота, а ты тоже сменишь имя своей невесте, спросили мы Никаса, ни за что, засмеялся он. Вот такая история, мне кажется, что взрослые, они поймут вот эту вот ситуацию, когда ребенок маленький выходит на улицу, начинает кричать демократия, когда слово, в общем, практически под запретом, но здесь очень много, мне кажется, таких детских приключений, вот это лето, наполненное самыми разными историями, но вот в то же время оказывается, постепенно, постепенно мы чувствуем, как появляются все новые, новые приметы, привожные. Ну, в принципе, может быть, это и надо каким-то образом объяснять и начинать вот с этого возраста, что у них же начинается уже общество знаний, да, в какой-то момент, общество ведения, вот это так, ну, а почему нет, какие-то вещи, есть этот, может быть, тренд или нет, то, что касается вот мира вокруг, политики, которые происходят, вот, ну, хотя бы в переводной литературе и в российской. Есть по семьях этот тренд, когда вынуждены взрослые сталкиваются с ситуацией. Семьях, которые действуют в книжках, да, то есть, как раз, что у них есть потребность как бы объяснить, донести до детей, что не всё, что обсуждается дома, надо обсуждать вовне. И мне кажется, что это вот, но в современных книгах пока, мне кажется, это ещё не успели отразить авторы наши, а вот мы нашли. Ну, с другой стороны, вот если ты интерес к истории, да, и истории семьи, он постоянно растёт в связи с тем, что как-то история нашей страны не написана, и она как бы неоднозначно взрослые ещё не решили, что на самом деле, что на самом деле происходило. И вот это вот обращение к семейной истории, да, и каким-то вот семейным там, и архивам, и фактам биографии, и в то же время мифам, например, ну, в хорошем смысле, когда ты просто говоришь, что вот это время было там страшное, и это время там было, наоборот, счастливое, там, моё детство какое-то вот, каждого человека, да, то это тоже очень важно. Вот мы сталкиваемся с первой библиотеки, у нас есть такой конкурс, когда дети сами делают книжки-картинки на иностранном языке, и мы вот уже два года подряд даём такие исторические, даже и раньше давали, исторические темы, у нас была тема позапрошлого года, это когда бабушка и дедушка были маленькими, и она имела огромный успех, потому что дети расспрашивали своих бабушек и дедушек, потом приводили их с собой, и у них вдруг оказывался вот повод, тем более, что наше-то поколение с нами, у родителей не разговаривали, и наши, фактически наши мамы с нами тоже про историю не говорили, а теперь, будучи бабушками, они как раз очень много каких-то вещей вспоминают, это было очень интересно, а потом мы попробовали в этом году дать наоборот, что будет с тобой через 10 лет, то, на что взрослый человек сейчас просто ответить не может, а дети всё-таки немножко фантазировали и пытались представить разные вопросы, поэтому, мне кажется, что вот такие вот исторические книги, тоже меня недавно родители спрашивали, появились книги, да, как-то с новым взглядом на события военные, да, более таким, не противоположным, а просто иным, да, более, может быть, широким, более, охватывающим те темы, которые не были, книги о репрессиях, да, предвоенном, или там, но вот вдруг сказали, а совершенно нет книг про революцию, как говорили с ребёнком про революцию, я думаю, боже мой, действительно, вот как бы такой пласт, который у нас бы просто основной, всё, вот это вот огромное такое глыбище, она куда-то провалилась, её просто нет. Смотрите, действительно, какая удивительная история, да, пропущенная. Да, и мы даже не заметили это, пока бы так вот не... Ну, постепенно же всё-таки вот как раз и, ну, то, о чём сейчас Оля сказала, да, есть новые книги, которые говорят и о войне, и о репрессиях, а до революции ещё не добрались. Потому что Ленин стоит во многих взрослых книжек надо написать взрослую книжку про революцию, потому что у нас даже взрослых книжек про революцию каких-то с объективным взглядом Но необязательно ждать, потому что, действительно, ребёнок-то не может ждать. То есть, значит, что и разговоры об этом нет. Я не знаю, как вот это проходит в школе, да, и какое вот представление. Но это, видимо, представляется детям совсем таким уж древним временем. Это примерно когда и Пушкин это представляется. Это, возможно, родителям и всем остальным. Нет никакого... Просто, может быть, не хочет вспоминать, хотя... Не хочет спорить об этом. Вопросы задают, потому что, ну, ещё раз скажу, что стоят памятники, и дети, естественно, спрашивают, кто это. И Ленин стоит, и рельефы разные везде, и в Москве в том числе. И вопросы возникают. Объяснить приходится по-разному. У нас с ней очень много времени осталось. Да, Наташа, хочу попросить прочитать. Она выбрала... Я так понимаю, что это всё-таки для более старших, да, деток? От десяти. От десяти. То есть маркировка 12+, оговорюсь сразу, но объективно от десяти лет. Ну, вот мы можем сделать такое объявление родителям сегодня, да, что когда выбираете книжку, всегда можно отступить пару лет назад, понимая, что это вот такая просто издательская необходимость. Да. Я видел фильм, продолжил Юрайсик, про парня, который застрял в одном дне на несколько лет. Там у них был праздник американский, день сурка. Каждое утро этот день начинался снова, как в замкнутом круге. И парень ничего не мог поделать. У него постоянно был день сурка. Какой ужас, воскликнула Лена. Будем надеяться, это не наш случай, сказал Глеб. Не хотелось бы застрять здесь в 22 мая, когда до конца учебного года всего три дня. А как он оттуда выбрался? Ну, тот парень в кино, спросила Лена у Юрасика. Он полностью изменился, стал совершать добрые поступки, помогать людям, ну и всё такое. Наморщил лоб, припомнил Юрасик. Тогда Елизарову это точно не грозит, сказала Лена с усмешкой. Он вечно будет писать контрольную и отвечать стих Рубцова. Слушай, Зюзина, начал заводиться Глеб, вот кого надо засунуть, где в день сурка, так это тебя. Может, хоть человеком станешь. На себя посмотри, с тобой же даже ходить противно. Ну и катись отсюда. Да с удовольствием. Глеб и Лен одновременно схватили свои сумки и направились в противоположные стороны. Ребята, крикнул Юрасиком вслед, «Куда вы вернитесь?» Те даже не оглянулись. Юрасик продолжил подбородок на руки и сидел в такой позе, пока его не отыскала запыхавшаяся бабушка, успевшая бежать все школьные этажи. Собственно, мне кажется, что в этом отрывке как раз видны все три типажа детей. Это абсолютно разные дети. Если Глеб такой резкий мальчишка, который живет с отцом и, в общем, глубоко одинок в своем вот этом взрослении, Лена, девочка, на которую свалилась куча-куча взрослых проблем, Юрасик, такой классический сын из интеллигентной семьи, у которого все-все-все хорошо, который дружит с родителями, дружит со старшим поколением. И вот они втроем, собственно, оказываются в этом обратном отчете. И действительно, меняются абсолютно все. То есть меняются абсолютно все в лучшую сторону. То есть не только в американских фильмах, но и в русской современной литературе детской детей ждет вот это приключение, и они из него выбираются в общем с честью и достоинством. Я пользуюсь тем, что у нас есть переводчики в студии. Хочу спросить, а в принципе, как вам кажется, что вы же писатели в этом отношении, не только в этом отношении, а тексты, которые взрослые писатели делают для детей, они как бы иные, чем тексты детских писателей. Ну, это бывает совершенно по-разному. Да, вот я читала у Виттима, который совершенно детский текст, в то же время, то есть это зависит уже от таланта. Есть, конечно, писатели, которые пытаются писать детские тексты, но у них не получается. Тут это уже вот этот важный секрет, какой, на какой возраст ты сам, да, вот у каждого какой-то внутренний возраст есть там. Ну, вот как переводчик, вы же можете немножко что-то поменять вот по стилистике и приспособить, может быть, так вот подумать, ну, вот это вот наши постарше это прочтут, и поэтому я как-то... Нет, я никогда такого не делала, мне кажется, что, ну, просто, во-первых, из уважения. У меня очень хорошие авторы, да, у меня не было необходимости дописывать. Вот с одной книжкой я попыталась сделать там дополнительный конец, но, в результате, что не взяло, как раз вот с собакой. У меня был еще еще один случай, потому что там уже такая грустная история. Но я хотела сказать, что вот мы всегда, когда говорим о переводных книгах, мы говорим о том, что вот как бы немножко извиняюсь. Вот я, поскольку, еще не кроме того, что я библиотека-переводчик, я еще и исследователь детской литературы, и вот в последнее время занималась, например, отечественной детской книгой до Первой мировой войны. Я могу сказать, поскольку все теперь ищут духовные скрепы наши какие-то традиции, я была поражена тем, насколько много переводной литературы издавалось, какая она была серьезная, и что это, в принципе, нормально, что мы, как бывшая империя, да, многонациональная страна, мы должны иметь очень много разных культурных импульсов. Поэтому вот нельзя ни в коем случае просто представить русскую или иностранную. Для русского человека они абсолютно вот как левая и правая рука, как левая и даже правая полушария, да, вот отними одно, это ты окажешься уже не гражданином нашей страны, это наше наследие. Спасибо. Это была Ольга Мяуц, заведующая отделом детской книги Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы. В московской студии также пиар-директора издательства «Розовый жираф» Адна Шур, шеф-редактор издательства «Самокат» Ольга Патрушева и руководитель пиар-отдела издательства Наталья Эйховна. Мы поговорили сегодня о ей-нем чтении для школьников, младшего, среднего и, наверное, даже взрослого. Спасибо.